В понедельник в нашем городе побывали представители регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». Их целью стало проведение мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи в населенных пунктах численностью до 2000 человек. В начале визита представители Народного фронта встретились с главой Дмитровского района Еленой Трошенковой. На встречу также был приглашен главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян. Я являюсь сопредседателем Общероссийского народного фронта Московской области. Поэтому сегодняшний визит связан с контролем доступности и качества медицинской помощи, особенно в тех населенных пунктах, где есть фельдшерско-акушерские пункты, и где население может быть даже менее 100 человек. Даже если оно 15-20, нас интересует доступность именно этому количеству людей нашей медицинской помощи и качество обслуживания этого населения в плане медицины. Возможность качественной оценки скорой помощи, доступности скорой помощи. После встречи в районной администрации гости из Москвы направились в Рогачево. Вместе с заместителем главы администрации района Еленой Виноградовой и руководителем большерогачевского поселения Михаилом Хохловым они объехали деревни Пустынь, Александрово и Трехсвятское, где встретились с населением и обсудили проблемы оказания медицинской помощи. Встречи получились очень жаркими, так как жители подняли целый пласт проблем, которые не решаются, в том числе потому, что их не слышат энергетики, транспортники и поселенческие власти. Так, самый больной вопрос в деревне Пустынь – транспортный. Жители не могут утром доехать до больницы, так как первый автобус появляется здесь ближе к полудню. Кроме того, зимой здесь плохо чистятся дороги, трансформаторная подстанция не справляется с реальной нагрузкой, а содержание колодцев с водой оставляет желать лучшего. Наличие фельдшерско-акушерского пункта в соседней деревне Александрово стало для жителей Пустыни настоящим открытием. С 5 на 6 у нас было отключение электричества. Никто ничего не... В 11 часов ночи у ребенка температура 39,5. В темноте. Понимаете, вот вы оказываетесь сразу в темноте. Ребенок у тебя стонет. Да, значит, это самое. И звоню утром Михаилу Николаевичу. Я говорю, вот так, это такая-такая ситуация. Да, 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 будет сделано. Все, я в курсе. И это продолжалось. В 8 часов вечера я снова звоню Михаилу Николаевичу. Мне говорят, что в 12 часов ночи... Я говорю, ну вы же знаете, что по закону положено через 12 часов поставить генератор. Потому что лето же, ну вроде как... Я говорю, ну у нас грудной ребенок, у нас питание портится, холодильник, мы не подготовлены. А если у кого-то кто-то на аппаратах сидит... Вот опять возвращаемся к этому здравоохранению, да? И я говорю, и что мне завтра поехать в Москву вырваться, устроить перед инаугурацией президента хорошую это самое взбучку. Да, 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 устроить. Я говорю, я поняла вас, я звоню в Народный фронт. И поэтому Народный фронт сегодня здесь. В деревне Александрово делегация Народного фронта посетила местный фельдшерско-акушерский пункт. А завершилась поездка в селе Рогачево, где были подведены итоги проведенного мониторинга. Они потом отдельно...